Привет, друзья! Николай Дроздов – легендарный ведущий телепередачу в мире животных. Добрый, искренний, харизматичный и умеющий увлекательно преподнести любую информацию. Таким мы знаем знаменитого Николая Николаевича, потрясающего эколога-натуралиста и популярного телеведущего помнит как минимум два, а то и три поколения. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Николай Дроздов и сколько он зарабатывает. Николай Дроздов появился на свет 20 июня 1937 года в Москве. Коля с детства проявлял любовь к живой природе. Мальчик с удовольствием наблюдал за зверями и птицами, записывая данные об их жизни в дневнике. Любимым предметом в школе была биология, и Коля дополнительно записался в кружок с биологическим уклоном. Повзрослевший Николай Дроздов стал студентом биологического факультета МГУ. Через два года он поссорился с родителями и захотел доказать им, что способен трудиться не только умственно, но и физически. Молодой человек устроился работать на швейное производство, где трудился на протяжении двух лет, показывая большие успехи. Дроздов пришел на фабрику учеником, а ушел мастером. Вскоре он вновь вернулся в стены университета, чтобы окончить географический факультет и поступить в аспирантуру. После защиты диссертации молодой человек вместе с группой ученых отправлялся в разные точки нашей необъятной страны, чтобы внести лепту в развитие науки. За научную карьеру он побывал в самых далеких уголках земного шара – от Байкала до пустыни Каракумы. Из-под его пера вышли десятки книг о живой природе. На протяжении 20 лет Николай Николаевич работает профессором в МГУ. Знаменитую телепередачу «В мире животных» Николай Дроздов вел 40 лет. Жизнерадостный ведущий с добрыми глазами сразу полюбился телезрителям. Всегда улыбчивый телеведущий, умел увлечь и повести за собой. Очень эрудированный и любознательный человек, как будто по мановению волшебной палочки, менял отношение зрителя к тому, что он рассказывает. А ведь это не всем дано. В 1996 году проект одержал победу в номинации «Лучшая просветительная программа». Вплоть до 2018 года Николай Николаевич был бессменным лидером программы на Первом канале. В апреле 2018 года он передал эстафету своему 15-летнему соведущему Алексею Лапину. Вся страна болела за Николая Дроздова, когда он был на необитаемом острове. Такой рассудительный дядечка, который ни с кем не конфликтовал, не хотел выиграть любой ценой. Да и те, кто выживал вместе с ним, отзывались о нем как о просто хорошем человеке, от которого исходит тепло. Посвящая все время работе, Дроздов не торопился жениться долгие годы. Коллеги полагали, что Николай встретит вторую половинку в другой стране. Но все произошло иначе. Будущую супругу, Татьяну Петровну, он встретил в собственном доме, прямо в лифте. Оказалось, что женщина, его соседка, живет на два лестничных пролета ниже. В браке у Николая Татьяны родилась дочка Лена. Она пошла по стопам отца и посвятила жизнь животным, стала ветеринаром. Есть у Николая Николаевича еще одна дочь, Надя, рожденная в первых отношениях, по профессии женщина-географ. Николай Дроздов – горожанин, а его жена – заядлая дачница. Дача Николая Николаевича находится на окраине города Балабаново, в 96 километрах от Москвы. Двухэтажный дом Дроздова построен на 12 сотках. На первом этаже дома расположилась гостиная с камином, кухня, санузлы и спортзал. Простая дачная небеля и неброские интерьеры подчеркивают образ жизни скромного ученого. На участке Дроздовых несколько теплиц для выращивания раннего урожая. Ведущие программы пропагандируют вегетарианство. И сам ест много овощей и фруктов. Как говорит сам Николай Николаевич, дача – это стихия его жены. А он любит больше времени проводить в московской двушке. Автор многочисленных научных трудов живет в скромной Брежневке, Москве. Квартира Дроздовых небольшая. Кухня в ней размером всего 6 квадратных метров. И поэтому, когда телепрограмма «Идеальный ремонт» взялась за обновление жилища, специалисты визуально увеличили площадь прихожей, чуть приподняв потолок, совместив раздельный до этого ванну и санузел, и расширив пространство кухни. Двухкомнатную квартиру площадью 46 квадратов в Москве на улице Кравченко, где живет телеведущий, можно купить за 12 миллионов 800 тысяч рублей. 83-летний Николай Дроздов больше не ведет программу в мире животных, зато читает лекции, снимается в рекламе и даже запровождает туриста в путешествиях. Пенсия у него небольшая – 30 тысяч рублей в месяц. Кроме того, он преподает в МГУ, но зарплата там еще меньше пенсии. Сколько стоит Николай Дроздов в качестве ведущего? Гонорар любого артиста, в том числе и Николая Николаевича, зависит от многих факторов, например, дата, город, формат мероприятия. Также необходимо учитывать продолжительность его праздника. Средняя продолжительность мероприятия с участием Дроздова составляет 5 часов. Мероприятие свыше 5 часов оплачивается отдельно. Согласно информации, опубликованной на сайте 123-шоу, одно выступление Николая Дроздова стоит от 300 тысяч рублей. Помимо гонорара нужно оплатить переезд, проживание и питание всей команды, в которую ходит администратор, звукорежиссер и сам артист. Ученый-зоолог Николай Дроздов завел аккаунт в ТикТоке, на который уже подписалось свыше 405 тысяч человек. На его странице пока всего 5 роликов, но он уже набрал около 8 миллионов просмотров. Невозможно представить себе обращение Дроздова к зрителям, которое не сопровождалось бы музыкальной темой из передачи «В мире животных». Так, став пользователем популярной соцсети телеведущий, не начал изменять традициям и добавил известную мелодию к своему видео. В Москве состоялась церемония вручения премии 100 самых стильных мужчин 2021 года, по версии журнала GQ. Награждение легендарного ведущего передачи «В мире животных» Николая Дроздова стало одним из самых милых моментов вечера. «В награде этой отношусь с трогательной симпатией», – сказал Николай Николаевич. По его словам, церемония запомнилась тем, что все были в масках. Это очень правильно и хорошо. А еще громкой музыкой. В повседневной жизни я чаще всего хожу в обычном сером костюме, без всяких опознавательных признаков. Полосатый галстук и серо-голубая рубашка. Так как я преподаватель МГУ, то есть определенный дресс-код, говорит заслуженный профессор Московского университета. И все-таки Николаю Николаевичу удалось поносить и брендовые вещи. Прошлым летом он стал героем спецпроекта российского журнала Vogue. Он снялся в ролике, который посвящен экологичной коллекции модного дома Gucci. Съемки прошли в ботаническом саду Аптекарский огород в Москве. В ролике Дроздов рассказывает зрителям о полезных свойствах некоторых растений и о том, как их применяют в медицине. Все это он делает в серых брюках, белой рубашке и полосатом оранжевом галстуке от известного бренда. Во время повествования телеведущего периодически появляется Александр Гудков. После того, как Дроздов перестал сниматься в мире животных, подзаработать ему помогли съемки в рекламе. Изображение Дроздова, держащего в руках ящик цветами, использовал один из крупных торговых центров, где продаются товары для дачников. Весной 2020 года на федеральных телеканалах стартовала рекламная кампания в поддержку торговой марки «Не молоко» с участием Николая Дроздова. Профессор высоко оценил вкус продукта и поблагодарил компанию за отличное качество. Николай Николаевич Дроздов представил новую программу лояльности платежной системы «Мир», которая предлагает кэшбэк при оплате заказов. Видеоролики Дроздов заявил, что в этой рекламе он выступает не как известный любитель животных, а как йог, певец и просто мужчина в полном рассвете сил. Участие в рекламе – это неплохая прибавка к пенсии в несколько миллионов рублей. Пожалуй, я не знаю ни одного человека, который бы негативно относился к Николаю Николаевичу Дроздову. Что среди коллег, что среди родственников и друзей – все его обожают. Он настолько обаятельный, что хочется просто обнять и сказать «спасибо». Хочется пожелать Николаю Николаевичу, человеку с большой буквы, сочетающего в себе ум, порядочность, юмор и любовь к жизни, долгих лет, здоровья и жить счастливо. Ну а если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч!